Митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима поздравили с годовщиной архиорейской хератонии. Три года назад в Красноярске святейший патриарх Кирилл с собором иерархов Русской Православной Церкви рукоположил его воепископа Кузнецкого и Никольского. Подробности в материале Юлии Шеверевой. В день памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского божественную литургию служили в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ее возглавил митрополит Серафим. В этот день отмечалась и годовщина его архиерейской хератонии. Три года назад в Красноярске святейший патриарх Кирилл с собором иерархов Русской Православной Церкви рукоположил его воепископа Кузнецкого и Никольского. За литургией правящему архиерею сослужили два епископа – Сердубский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Напомним, владыка Серафим – уроженец Каменки. Священный сан принял в 19 лет. Служил в Успенском и Покровском соборах Пензы в Заречном. Руководил духовным училищем и семинарией. Был секретарем епархии. Поле годы управлял Кузнецкой епархией, а на Пензенской кафедре – с декабря 2013-го. По возрасту высокопреосвященный Серафим – самый молодой митрополит Русской Православной Церкви. По окончании службы митрополит принимал поздравления от представителей духовной и светской властей. Много строится в Пензенской епархии храмов Божии, открываются святые обители, а самое главное – мы видим, как сейчас, можно сказать, активизировалась молодежь, которая во множестве приходит к храму Божию. Мне думается, что когда руки святейшего патриарха и сонма архиереев были возложены на вашу главу через Евангелие, то вы также соединились со своей пастой неразлучно и нераздельно. И радости народа Божия теперь ваши радости. И печали, и скорби нашего народа – это ваши скорби и печали. Господь Бог сниспослал для вас прекрасное душевное качество. Вы действительно много трудитесь для развития православия, культуры на Пензенской земле, служите давно. И то, что вы стали митрополитом – это заслуги ваши перед Господом Богом, перед православным людям. Самое главное, чтобы не было каких-то катаклизмов в нашей жизни. Ни в коем случае, конечно, ни войны, и чтобы мы достойно вышли из той ситуации, в которой сейчас находится наша страна. А это зависит все только лишь от нас. Не только от тех, кто ведет этот корабль, но и тех, кто слушает и за этим корчем следует. Поэтому призываю всех вас молиться за нашего губернатора, чтобы Господь укрепил, дал ему твердости в управлении нашей областью. Ну и, безусловно, конечно, чтобы Господь помог во всех благих делах и начинаниях. Глава митрополии признался, что теплые слова поздравлений для него очень приятны, но он воспринимает их скорее как аванс. И в этот же день медали второй степени священноисповедника Иоанна Оленевского удостоили древлехранителя Пензенской епархии Александра Дворжанского за большие труды и в связи с 65-летием со дня рождения. Субтитры создавал DimaTorzok